Добрый вечер! Кто у нас тут больной? Ой, доктор, вот Каркуша сегодня у нас нездоровая, ничего не хочет ни гулять, ни играть, ни даже есть. А ну-ка повернитесь ко мне, больная. Дайте мне ваш лоб. Температура нормальная. Покажите горло. Скажите кар. И горло в порядке. А скажите, больная, вы сегодня куда-нибудь ходили? Да, да, я ходила в магазин. Ой, там было столько интересного, там было столько игрушек. И там была одна удивительная кукла, но мне ее не купили. Кажется, мне становится понятен диагноз. После магазина вам стало грустно. Да. И все время хочется плакать. Да. Все ясно? Что ясно, доктор? У Каркуши острый магазинный Нукупит. Нукупит? Что это за болезнь такая? Никогда не слышал. Сейчас это очень распространенное заболевание. Особенно у детей. Просто эпидемия какая-то. Обычно им заболевают как раз после посещения магазинов. Правда? Да. Поэтому вирус и получил такое название «Магазинный Нукупит». Как только дети начинают плакать и кричать «Нукупи», это и есть первый симптом Нукупита. Это значит, что вирус уже попал в организм. Скажите, а Нукупит – это опасно? Если с ним не бороться, то да. Можно очень быстро превратиться в флаксу-ваксу, царинную несмеянную, лёву-корову и остаться такой навсегда. Да? А что же делать? Во-первых, никаких магазинов до полного выздоровления. Во-вторых, ежедневные подвижные игры и прогулки на свежем воздухе. В-третьих, правильное питание, здоровый сон, а перед сном – весёлый мультфильм. Да чё тут разбираться-то? Вот, птичка. Мороженое – это лучшее средство лечения. Почему ты так решил? А что говорит тот, кто выздоравливает? И что говорит тот, кто выздоравливает? Спасибо, доктор. Мне уже лучше. А мне лучше становится только отмороженого, потому что я его люблю. Какой интересный подход к собственному лечению. Ну, можно сказать, передовой. Филя, идите за мороженым. А что, отличная идея. Оксана, да вы что? Хрюша, ты какое любишь мороженое? Сливочное с молиной. Понятно. Ой, Оксана, вы самый лучший доктор. Спасибо, Хрюша, я стараюсь. Да, я вот всегда знаю, что вы очень продвинутая взрослая. Какая? Ну, это так говорят. Вот если взрослая не упирается, а делает то, что считают нужным детям. Ну, что ж, спасибо за комплимент. Но мне было бы гораздо приятнее, если бы ты сказал, Оксан, это хорошо, что вы меня понимаете. Да? Так намного лучше. Хорошо. Оксана, это хорошо, что вы меня понимаете. Отлично. Буду стараться и дальше. Ага. Вот, принес. Принес. Хорошо, Фильчка, молодец. Раз, два, три. О, смотри. Это что, мороженое? Ну да. Что? А где оно, мороженое? Вот оно, горячее. Горячее мороженое не бывает. А оно не горячее, а теплое. И на вкус такой же, как холодное. Попробуй. Ну как? Вкусно? Вкусно. Да все равно, разве это мороженое? Придется раскрыть секрет, из чего делается мороженое. Из чего? Оно делается из сахара, ягод и сливок. Из сливок? О, это из маленьких слив. Нет, Хрюша, сливки это такое очень вкусное молоко. Представь себе, что твое мороженое растаяло и стало теплым. А, и в этом теплом мороженом молоко и болина? Да, от такого мороженого горло болеть не будет. Ой, а мне уже лучше. Так оказывается, что теплое мороженое ничем не хуже, чем холодное. Такое же вкусное. Спасибо, доктор. Всегда, пожалуйста. Выздоравливайте скорее больной. На самом деле микробы совсем малюсенькие. И чтобы их увидеть, нужен микроскоп. Ух ты, микроскоп. Давайте посмотрим. Давайте. Так, кто не мол руки после прогулки? Ой, я забыл. Давай сюда лапу, Филя. Так. Ой, ой, боюсь. Не бойся. Вот. И что? Отлично. Сейчас увидим. А что там? Что там? Оксана, ну покажите. Ой, смотри. Так. Так. Ну-ка. У-у-у. Ух ты, какие. Оксана, это вот из-за них мы болеем. А мне, а мне. А? Покажите. Так. Ух ты, сачком таких не поймаешь. Их надо мечом раз и прихлопнуть. Эх, Степашка, в борьбе с микробами щит и меч не помогут. Скорее выручат вот такая маска, если кто-то рядом болеет. А вместо меча витамины, молоко и чай с мёдом. Ух ты. Ох, такие маленькие и такие вредные. И все микробы вредные. Есть и друзья-микробы, которые нам помогают. А где живут эти друзья-микробы? Полезные микробы живут в кефире, йогуртах и ряженке. А как же мне справиться вот с этими вредными микробами на лапах? Лучшее оружие против вредных микробов, которые живут на грязных и немытых руках, мыло. Вот и всё на сегодня. А сейчас настало время прощаться с ребятами. Спокойной ночи, девочки и мальчики. Сладких вам снов, ребята. Спокойной ночи, друзья.